12 декабря 2013 года Леониду Быкову могло исполниться 85. Но дожил он только до 50. Он погиб трагически. Его машина выехала на встречную полосу. Он мог уйти по-разному в жизни. Вся его жизнь была движением по встречной полосе. Лучшие фильмы Быкова снимались с невероятными трудностями. В жакрылых умовах мы живы, в жакрылых умовах занималась. Под гнетом строжайшей цензуры. Им уже масса сценариев зарубили. Но даже в таких условиях он сумел снять кино, которое стало культом. Вэйс, палац, порт, рыдав. Фильм «В бой идут одни старики», вершина творчества Леонида Быкова. Что могло быть дальше, если бы он выжил? «Не хочу жить», «не вижу смысла», писал Быков за три года до аварии. Не может ли быть так, что он не хотел жить, потому что, достигнув вершины, боялся спуска? «В бой идут одни старики» Леонид Быков шел много лет. Если отмотать пленку назад, становится ясно, что жизнь как будто нарочно расставляла ему дорожные знаки. Ему встречались именно те люди, которые станут героями фильма. В его жизни происходили те события, которые вели его в Киев, на киностудию имени Довженко. Все началось в Краматорске, городе детства Леонида Быкова. В то время многие его сверстники хотели стать летчиками. С лучшим другом, соседом по двору Витькой Ищедроновым, они мечтали о том же и строили деревянный самолет. Именно эта дружба станет предвестником триумфа Леонида Быкова. Если бы не Витя Щедронов, возможно, Быков и не снял бы свой самый знаменитый культовый фильм о войне. В 43-м 16-летний Леня Быков поступает в летную школу. Это было в Барнауле, куда их семью эвакуировали в годы войны. Через месяц Леонида отчислят из-за маленького роста, а спустя два года вместе с Щедроновым он поедет поступать в Ленинградское летное училище. С Щедронов в училище поступит, Быков нет, но их судьбы еще не раз переплетутся. 11 апреля 45-го года самолет Витя Щедронова разбился над 46-м километром трассы Прага-Братислава. Через 30 лет Витя Щедронов станет прообразом Смуглянки. Актер, которого выберет Быков на роль Смуглянки, даже внешне будет похож на его другую месть. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, Там Смуглянка-Молдаванка собирает виноград. Сразу же после войны в 46-м году Леонид Быков решает идти в артисты. На киевской студии объявлен набор в трехгодичную школу киноактера, и он отправляется в столицу Украины. В студию Быкова не примут, его таланта не разглядят, но эта поездка тоже сыграет особую роль в жизни Быкова. В купе с ним едут два летчика. Они напевают мотив Смуглянки. Как оказалось потом, они ехали на могилу своего командира. Летчики рассказали Леониду Быкову, что до войны закончили музыкальное училище и служили потом в дивизии под названием «Веселые ребята». Все, кто входил в их дивизию, играли на различных музыкальных инструментах, а в перерывах между боевыми вылетами часто исполняли Смуглянку. Их дивизия стала такой известной, что однажды к ним на фронт приезжал сам Леонид Утесов. Пройдет много лет, и Быков не только вспомнит эту историю, но и найдет этих летчиков – Виталия Попкова и Владимира Барабанова. Попков станет прообразом командира эскадрильи Титаренко, а Барабанов – прототипом летчика Скворцова. Но это произойдет через 27 лет, а пока Быков поступает в Харьковский театральный институт. Харьков – город юности, город, где он встретит две свои судьбы – «Будущую жену Тамару» и первую роль в фильме под названием «Судьба Марины». «Будущую жену Тамару» и первую роль в фильме под названием «Судьба Марины». «Будущая жену Тамару» и первую роль в фильме под названием «Судьба Марины». Без Петьки Мокина никуда не дойдешь. Свои первые роли в кино Быков сыграл в годы оттепели. Это было время, когда менялась не только жизнь, но и ее отражение. Кино избавлялось от налета театральщины. На экране появлялись естественность, открытые лица, живые чувства. Время, в которое после строгих военных тем очень ценился юмор. По переживаниям Тарас Васильевич... В каждой европейской стране в те годы был любимый комик. Итальянец Тото, французы Фернандель, Боруиль и Дефюнес. Быков также обладал этим редким даром – комедийного актера. Он был самим собой, с легкой походкой, остроумными шутками, играл обычных простых людей и не боялся слегка посмеяться над своими героями. Первые фильмы, в которых играл Быков, критики называли едва ли не периферией советского кино. Но эти картины сразу становились популярными именно благодаря игре Леонида Быкова. А первая главная роль в фильме «Максим Перепелица» сделали Быкова всенародно любимым артистом. Спасибо тебе за сына такой! Быков прекрасно играл комедийные роли, но почти всегда в них просматривался второй план. Иван Гаврилюк – один из немногих друзей Быкова, хоть и был почти на 20 лет его молодой. Подивитесь в очи Быкова, они такие были глибокие, глибокие и очень сумные очи, глибильные такие. Это парадокс жизни. Большинство людей веселых, начебто, таких рубахопарей, а в жизни они абсолютно очень серьезные. А ты знаешь, а я к тебе завтра собирался. А я сама пришла. В 1961 году на экраны выходит фильм «Алешкина любовь». В нем Быков сыграл одну из лучших своих ролей. После этой работы его приглашают в Ленинград. И он вместе с семьей, а к тому времени у него уже двое детей – сын Алэс и дочь Марьяна – едет работать на Ленфильм в театр киноактера. Доиграв последний спектакль, писали его коллеги по Харьковскому драматическому театру, «Мы с удовольствием выпили и закусили колбасой, прощаясь с Лешкой. А он предложил нам спеть любимую песню «Та забелил и снегы». Из спектакля «Дай сердцу волю, заведевны волю». Точно так же, как всегда, будет дирижировать и герой Быкова, комэск Титаренко, он дирижировал, а они пели, не скрывая слез. В Ленинграде, как и в Харькове, Быков проведет около 10 лет. Странным образом, вся его творческая жизнь сложится из трех почти равных отрезков. Здесь у Быкова состоялся режиссерский дебют. Он снимает комедию «Зайчик». Это был странный фильм. Его не ругали и не хвалили. Он прошел почти незамеченным. И Быков решил, что это провал. Садитесь и ждите. Больше режиссура ему не предлагали. И со временем Быков сделает еще один. Последний. Резкий поворот в своей судьбе. Забегаючи наперед, мне так кажется, что если бы он лишился в Ленинграде, очевидно, может он и остался жить. Бог его знает. Потому что Украина в той час, Радянская Украина, была очень такая, мягко говоря, сложная республика. Он помнит, как Быкова ждали, приглашали, уговаривали переехать в Киев на киностудию имени Довженко. Обещали, что он получит квартиру и снимать будет все, что захочет. И Быков соглашается. Киев, 1966 год. На вокзале Быкова встречают Иван Миколайчук, Иван Гаврилюк, директор киностудии Василий Цверкунов. Это было первое знакомство. Я видел банальную фразу живого Быкова. Почему? Потому что это, в принципе, моя глубокая юность. И, можно сказать, и детство, десь такое, более-менее дорослое детство. На его фильмах я его видел только на экране. А тут можно было говорить. Он был веселый, он очень смеялся. Он очень хотел в Украину, потому что климат дружины не подходил в Ленинграде. И все было очень хорошо. У Быкова в Киеве сразу появились друзья. Он привез эту дружбу из Ленинграда, снявшись в фильме «Разведчики» вместе с Иваном Миколучуком, Костем Степанковым, Николаем Мащенко. Это была определенная община людей, людей протестных, которые не выступали в Коммунистическую партию, которые дружили между собой. Это была настоящая дружба, человеческая дружба. Не можно поймать Ленина Федоровича Быкова не с целью спільноты. Борис Бондоков, Борис Ивченко, Иван Миколучук, Костем Степанковым, Григорий Якутович, Сергей Параджанов, Леонид Осика. Это все была одна компания. Новая жизнь на киностудии Довженко началась с необычайного оживления. Руководство студии собрало всех редакторов и поручило подыскать для Быкова что-нибудь такое, из чего он смог бы сделать второго Максиму Перепелицу. Но Быков не хотел второго Максима. Он задумал снимать лирическую комедию «Уходят женщины». Руководству студии идея не понравилась и заявку не утвердили. Этот фильм все же выйдет на экраны под другим названием «Где вы рыцари?». Но после Быков останется практически без работы. Вам надо отдохнуть. Нам надо отдохнуть. Мы заработались. Игорь, давайте махнем куда-нибудь, а? На дачу, а? Или на рыбалку с ночевкой. Или напьемся без ночевки. А нужно ли? Так началось самое сложное время в жизни Леонида Быкова. То, что в кинематографе называется простоем. Руководство студии его как будто не замечало. И Быков, любимый актер 50-х, с 1966 по 1971 год, ничего не снял и нигде не снялся. Ему же зарубили массу, как никому. Ему же массу сценариев зарубили. Эмилия Косничук много лет работала вместе с Быковым. В 70-х годах она была редактором на киностудии имени Довленко. Он посылал «Не стреляйте в белых лебедей», мы посылали на апробации в Госкино, зарубили. Долгий срок Распутина. Василий Теркин. Вы представляете, какой бы был Василий Теркин? Он же рожден для этой роли вообще, для всего пластика. И тогда он же великолепно двигался, великолепно танцевал. Мне кажется, что я себя потерял, пишет Быков своему другу Николаю Бориченко. Другого определения найти не могу. Я в простое уже три месяца отказался от пяти работ и уж очень все плохо. Хожу за зарплатой. Стыдно. Это место не только историческое, это место символическое. Почему? Это буфет для творческих работников. А здесь стояла вот на этом месте, стояла пальма. И под этой пальмой, вот в таком кресле, только не в этом, в таком кресле, сидел Леонид Федорович. Не просто сидел, а годы просиживал. Я помню, ну, перерыв, там люди идут обедать, выпить чай, а тут уже выстраивается очередь людей к нему, потому что кто-то по группе, там надо что-то, какие-то бумаги подписать. А он, конечно, улыбался, сидел здесь. Здесь кресла немножко другие были, и такая была деревянная подставочка. И там стояла маленькая чашечка кофе, которую традиционно он всегда брал, его оставляла Лена в буфете, и конфеты каракун. Если отмотать назад историю жизни Леонида Быкова, становится понятно, почему произошло именно так. Его герой, герой оттепели, искренний, открытый, с природным чувством юмора и такта, не нужен был в другую эпоху. К началу 70-х на экране успела девальвироваться даже тема войны, святая для Быкова. И, возможно, нужно было именно это застойно-простойное время, чтобы Быков мог выносить и снять свой фильм-шедевр. Это его вообще такая была, ну не то что привычка, хобби, хобби. Это вообще он такой заядлый-заядлый очень рыбалка. И идею стариков он рассказал во время рыбалки. Он жил там рядом с Анаприенко, Женей, сценаристом, на Русановской затоке. И они там ловили рыбу. И типа, кстати, вот я тебе, вот у меня такая есть история, как ты считаешь? Ну, Анаприенко, боже, это же прекрасно, конечно, давай писать. Через 15 минут построения полка вы, марш! Воно, ну это пацаны, но ты же старик, а? Виноват, товарищ командир. Виноват, какой хоть счет? 82, ползу второй. Хорошо. И символ из места его життя, військовая тема. Но не все легко давалось, потому что Льоня, он хотел снимать кино правдивое, где война была изображена не только патетично, и не только победа Радянского союза над, або радянских людей над фашистской чумой, но и война была у него, в его уяве, которую он хотел передать на экране, это была очень грустная работа, и не только работа, но это было жахиття, много было неправды, и мы до сих пор все плоды пожинаем, и все ее неправды. И вот эти вещи как раз не виталися, и им было большие проблемы. Когда мы сценарий прочитали, конечно, немножко все были удивлены, потому что война представала совершенно в таком, ну, во всяком случае, для студии Довженко непривычном плане. Песни, юмор, лиризм. И я спросила у Сацкого, я говорю, Саша, кто придумал эту историю о поющей эскадрилье? Он говорит, никто не придумал. Это реальная история. Фильм к производству приняли, но в его успех не верили. Денег Быкову дают в обрез. Вместо цветной широкоформатной пленки выделяют узкоформатную черно-белую. Вместо настоящих самолетов предлагают использовать муляжи. И тогда Быков отправляется в Москву. Он добивается встречи с председателем ДОСАВ, трижды Героем Советского Союза, маршалом авиации Александром Покрышкиным. Тот обещает подумать и просит оставить сценарий. Уже на следующий день Покрышкин распорядился передать на Балански, на студии Довженко, пять самолетов. Вот на этом месте, на территории аэродрома «Чайка», Быков в течение всего одной недели снял все сцены полетов в фильме «В бой идут одни старики». И нам была поставлена задача, первая задача, это Быкова научить рулить на самолете. Вот, Леонид Федорович, я молодой. Виктор Соловьев, мастер спорта СССР по высшему пилотажу. В 1973 году работал летчиком-инструктором в киевском аэрокубе «Чайка». Быков сам заруливает самолет, даже если кто-то внимательно смотрели. После боя он возвращается, сидит в кабине, разворачивает самолет, нажимает на тормоза, самолет останавливается. Но он чуть-чуть нажал, больше, чем нужно. И самолет, даже в кадре фильма видно, как самолет так немножко разклюнул носом. Ну, это для своего зрителя ненаметно, но он делал все это сам. С летчиком-инструктором мы взлетали. Владимир Талашко сыграл в фильме «В бой идут одни старики» роль летчика Скворцова, того самого, чьим прототипом был попутчик Быкова в поезде. В истории о том, что летчик вышел из боя, достоверно. У Барабанова тогда случился сердечный гастер. И он даже снимал даже, и интересна была деталь, когда во время съемки летчик вдруг перевернул самолет, вот сделал горку, сделал бочку, перевернул, а Быков должен был говорить какой-то текст, а в это время клац-клац, что получилось, что не получилось. Потому что действительно сегодня как бы техника съемки позволяет снимать, может быть, даже в воздухе, а тогда при каждой такой нагрузке понятно, что выполнение актерской функции уже мало и пропасть. Потому, конечно, мы все что-то и говорили в кадре в воздухе. Это было на ромной площадке или во время спокойного полета. Самолеты были выделены. Три летающих. Три. На одном летал Сергей Антонович Чур, но непокойный. И я. Вот у нас пара летающих самолетов. И плюс еще самолет подготовили для съемок, чтобы провести оператора. Особенно такой кадр, когда танки были замаскированы под копны. И вот это, значит, наш летчик возил оператора. И было создано четыре самолета. Рулящих. Только рулящих. Они были разрисованы там звездами со сбитых самолетов. Самолет готов к запуску? Есть, от винтовок. На самолете запускался двигатель. Сложил двигатель. И, значит, Быков на этом самолете рулил. На аэродроме «Чайка» снимались и те сцены, в которых летчики сбивают немецкие самолеты. Перевезли детскую карусель. Карусель, вы знаете, такая. С одной стороны закрепили кабину, вырезали специально из списанного самолета кабина. Фонарь там все-все есть. Сиденья там есть. Туда сажают актера. По диаметру на противоположный оператор с камерой. И там крутят это. Пускают дымки. Такое впечатление. Очень, очень хорошо получилось. Такое впечатление, что самолет, вот именно скорость показывает. Там дымы эти летают. Знаешь, как область, есть туман там все такое. И там они стреляют, там трясутся, значит. Леонид Быков снял один из самых парадоксальных фильмов о войне. Молодые, веселые, совсем не героические, как называли их критики, герои фильма «В бой идут одни старики», не унывали, не грустили, а просто погибали один за другим под звуком Смуглянки. После премьеры фильма они проснутся знаменитыми. Сергей Подгорный, Смуглянка. Сергей Иванов, Кузнечик. Комедийный актер Алексей Смирнов сыграл драматическую роль Макарыча. После того, когда определились с актерами, все время сомнения были по поводу Смирнова. Ну, во-первых, всех смущала операция «Эй». Ну, зачем, мол, типа, зачем вот те мотивы сюда, фильм такой чистый, там. И была такая фраза, Леонид Федорович, этот персонаж не обсуждается. И потом только мы, Леонид, ну что, почему так? Он говорит, только потом. Они познакомились с ним, когда снимал Леонид фильм «Свой зайчик». Да, я хочу вам объяснить, Наташа. Давай, давай, объясняйся. Давно пора. Да нет, вы меня не так поняли, я не в этом смысле. Матя, давай, Леонид. Я в твои годы шестерых детей имел. Семья, дети, неприятности, скандалы. Чувствуешь, что живешь. Будучи режиссером на Ленфильме, и там снимался у него в небольшой роли. И они очень подружились. Леонид узнал его тяжкую судьбу абсолютно. Он жил с мамой, одинокий, такой вообще очень трагическая личность. И более того, он понимал, что он сказал, что мне так надоели эти роли, типа вот в операции, мне так надоело играть идиотов. И просто, знаете, так, пожаловался, ну нет, пожаловался так, просто посетовал, да. И вот Леонид как бы, он говорит, что у меня была задача такая подкарковая, обязательно его вывести на какую-то совершенно другую актерскую стезю. У них были очень теплые отношения, у Леонида Быкова и Алексея Смирнова. Эта теплота передалась и отношениям их персонажей. Когда Быков пробовал Смирнова, а это нужно было, была сцена, когда они сидят у могилки, побегает собака, случайно пробежала, потом она была в картине. Снимали это мы пробы где-то в марте месяце, апреле, где-то в начале мая, может быть. А съемки были уже в июне, июле, августе в Чернигове. И натура отличалась у Смирнова и Быкова пробах. Но Смирнова было плохо. Фронтовик все-таки ранения имел, хоронил, прощался с друзьями своими. Ему было плохо. И Быков не посмел потом снимать эту сцену вторичь. Другой бы, да запуск. Что ему? Для Быкова это был не просто материал киношный, это был человеческий материал. Быков работал только так, как подсказывал ему внутренний голос. Марченко его был, царство ему, небесное покое. И друг его был, они вместе учились еще там, в Харькове. Леонид Марченко и его товарищи коллега не раз был свидетелем того, как тяжело давалось режиссеру то, что он задумал. Вот как-то он его поддерживал. А все остальное такие, что это за фильм, это смеяться будут люди, посадить Смирнова на могилке, посадить, будут хохотать, что это операция, операция Шурика. А Быков ответил, люди будут плакать в этом моменте. В кутсовету он объяснял. Вспомните меня, потому что кутсовет не утверждал Смирнова. Что это такое? Ну, Смирнов сидит на могиле и говорит, будут плакать здесь. Она так и получилась. Перед премьерой фильма «В бой идут одни старики», Леонид Быков едет в Барнаул, город в годы войны давший ему приют. Именно здесь, в Барнауле, он жил в семье, которая поделилась и кровом, и хлебом. Это семья Аляливых. Быков, переносивший в свое кино самые главные события из жизни, приехал сказать им спасибо. Барнаульцы, спасибо вам за все. 30 лет не успеваешь сказать спасибо. Я после войны первый раз в этом городе. Сказать словами спасибо трудно. Я и в этой картине, которую делали мы, маленькая эпизодическая роль, хороший мой товарищ, играет летчика из Сибири. Я мог только отдать ему имя Алявьев. Наша задача кинематографистов постараться работать так, чтобы не проснеть перед вами, зрителями, за то, что мы делаем на экране, и за то, что мы делаем в жизни. Картина имела колоссальный успех. За год фильм «В бой идут одни старики» посмотрели более 72 миллионов зрителей. Леониду Быкову присвоили звание народного артиста Украины. Он получил несколько почетных призов на фестивалях, государственную премию имени Тараса Шевченко, первую премию за режиссуру и диплом за лучшую мужскую роль на всесоюзном кинофестивале «Покон». Когда в Томске было впервые отмечено, что фильм необычный, когда во дворце спорта в Томске дворец спорта работал круглосуточно, все время, так сказать, фильм крутился, и отовсюду ехали нефтяники, на перекладных транспортных, чтобы посмотреть этот фильм, и ночевали под этим дворцом спорта. И люди, когда встали, после аплодисментов дружно зал запел смовлянку. Это было потрясающе, все плакали. Как начали рыдать, спел фильм, вот так весь палац спорта рыдал. Актриса Раиса Недашковская была свидетелем триумфа Леонида Быкова. Потом, когда мы с ним поехали в Германию, идем по сходу, и раптом встречает его грузин. Слушай, морда знакомая. Где, где служил, в каких войсках? А Леня так посмехнулся и сказал, в кино войсках. Боже, а я думаю, что знаю, мог быть. Быков единственный из съемочной группы не вышел тогда на сцену. Многие заметили, что у Быкова на глазах были слезы. Он всегда смущался своей славой. На всех кадрах кинохроники с участием Быкова, где его награждают и присваивают звание, он никогда не говорит длинных благодарственных речей. Он очень прост и краток. Я помню, когда он ехал в метро, он стоял так скромно. Ну уж, то, что скромно одет, то, что скромно стоял. У меня такое ощущение, что он и ходил по земле тихо, скромно, чтобы никого не обидеть, не толкнуть, не задеть. А хватало ли ему любви той, которую к нему испытывали люди? Конечно. Иначе бы он не хотел снимать для людей. Я как-то вот недавно смотрел фильмы о войне, современные. У меня такое ощущение сложилось, что режиссеру не жалко убивать артиста сюжетного, его персонажа. А вот Быков был, я помню, как он переживал, когда гибли в картине и тот же Смуглянка. Кто? Смуглянка. И мой герой, и другие герои, персонажи, которые гибнут в картине по сценарию. Вот я уверен, что ему и тогда было жалко. Это вот такой человек. Серега, прыгай! Прыгай, Серега! Ребята, будем жить! Кино не зря называют опасным искусством. Пройдет время, и то, что было показано в фильме «Быкова в бой идут одни старики», произойдет в реальной жизни. Вот эта сцена – уходящие актеры. Так в точности повторится и в жизни. Не дожил до 50 лет Кузнечик, ушел из жизни Макарыч, умер Смуглянка. 11 апреля 1945 года самолет Вити Щедронова прототипа Смуглянки разбился над 46-м километром трассы Прага-Братислава. А 11 апреля 1979-го на 46-м километре трассы Киев-Дымер случится роковая авария. После выхода фильма «В бой идут одни старики» на экраны, у «Быкова» останется только 5 лет жизни. Когда он уже приехал, так сказать, в ореоле славы и так далее, конечно, администрация стала, наверное, так, немножечко стыдно, как он предполагал, что, может быть, кому-нибудь, когда-нибудь стало немножечко стыдно. И ему вот по коридору там выделили комнатку. Это не комнатка, это келья. Там был когда-то склад, ну, такая узкая, почти вместо окна бойница такая. И вот эти вот кресла, вот эти, планировались туда ему поместить. Но в связи с тем, что келья была узкая очень, и столб был через окно втянут, какой-то такой очень объемный, что эти кресла не помещались. И однажды открывается наша редакторская комната, открывается дверь Лёня с вот этим вот креслом на плечах, заходит к нам в комнату и говорит, что я дарю вам эти кресла, значит, я их сейчас получил торжественно от администрации, но в связи с ненадобностью я от них отказываюсь. Но опять же, это было обыграно с юмором. Быков был очень солнечный, добрый человек, он умел вокруг себя сплотить такую группу людей, потому что я знаю, что не только актеры, даже осветители, гримеры, ассистенты-операторы, режиссера, постановщики, они даже годами могли сидеть, ждать в простое, когда Быков Леонид Федорович будет снимать. Потому что в этой группе никогда не кричали, не ругались, не матерились. Там было все очень тихо, скромно. Даже однажды нас закрыли в Семочном павильоне, уборщица, которая убирала территорию павильона, закрыла, потому что на площадке было тихо, хотя у нас ревел двигатель, ревели ветродуи, шужжали большие диги, которым было по 100 кг весу. А нас закрыли, потому что Быков снимал кино. Любили его все, без перебольшения. Больше такого пресона в украинском кино, которого любили действительно все, начиная группа, 60 пресон, часом 80 пресон, он знал всех, имя по-батькову, и до всех обратился по имени по-батькову. Еще осветливал, еще водой, еще тот, что обед готовит, или там ризнорабочий, с великой повагой ставился до людей. И это ему старец и выдавался. И за это его любили. И не потому, что он вивчал на память, а это была его внутренняя потреба, это была его также до певной меры молитва. После триумфа фильма «В бой идут одни старики», пленка жизни Быкова как будто начала отматываться в другую сторону. Ему предлагали снимать продолжение, выделяли деньги. Сценарист Анна Приенко даже хотел оживить Скворцова, но Быков отказался. И не потому, что дважды в одну воду не войдешь, просто, опять же, совесть. Опять он понимал, что он что-то будет перебирать уже, что-то уже будет повторять. А это уже неинтересно, а это уже нечестно. Поэтому он не хотел спекулировать темой. Смотрите дальше. Отчаяние после триумфа. Завещание за три года до гибели. Это был, наверное, какой-то заповед. Он предчувствовал свою гибель или планировал? На земле – это сложно. Это очень сложно. Не потому, что дважды в одну воду не войдешь. Просто, опять же, совесть. Опять он понимал, что он что-то будет перебирать уже, что-то уже будет повторять. А это уже неинтересно, а это уже нечестно. Потому, что он не хотел спекулировать темой. На братских могилах не ставят крестов, и жены на них не рыдают. В 1976-м Быков приступает к съемкам фильма «Аты, баты, шли солдаты» и еще одного фильма о войне. Он долго искал актера на главную роль. Но, по единодушному мнению, лучшей кандидатуры, чем сам Быков, найти было невозможно. Эта работа тоже шла очень трудно. Цензура вырезала из фильма многие сцены. Снимался фильм в Зимнем Загорске в условиях, почти приближенных к военному. В жахливых умовах мы жили, в жахливых умовах занимались, жили в Загорске, в каких-то бараках несчастных. Директор фильма был жахливый. Там в начале была проблема в разумении организации съемок кожи, потому, что градусы в 5-30 был мороз, а мы в тюльняшках снимались, на морозе, льняш не пив, а нам давали всем по пляси спирту. Ну, чтобы там, після зйомки. Дехто не витримывал під час зйомки пив, значит, и так далее, и так далее. И я знаю, что он весь час был таки нервовый. Я деколька разів навіть хотів пить из фильма, потому, что ну, не витримывали вставление дирекции, причинний приступ від того, що він все в собі переживав. Він не віддавав негативних емоцій, а їх треба віддавати, треба викричитись. Цыганочка с выходом исполняє іменинник, изобрази. В то время, когда Быков исполняє цыганочку с выходом Святкина, на площадке его уже ждут с нитроглицерином. В апреле 1976 года в разгар съемок фильма «Ат и баты шли солдаты» у Быкова случился инфаркт, уже второй по счету. Его забирают в больницу имени Строжеска. А когда Быков пошел на поправку, его перевели в санаторий в Конча-Заспин. «Часами смотрю на воду», пишет он Николаю Борисенко. «А жить не хочется, не вяжу смысла». Спускається он плесень, такой смешной халат до колена, такой халат застиранный, застиранный, такой какой-то пояс от другого халата. И он улыбается такой, значит, выходит, мы говорим, боже мой, ну, вы хорошо себя чувствуете? Он говорит, я всегда себя хорошо чувствую. И так далее. А сейчас особенно. Почему? Он говорит, ну, я сейчас после рыбалки. Ну, мы, значит, переглянулись, какой рыбалка. Он говорит, а я ставлю стакан себе на тумбочку, наливаю полстакана воды, опускаю туда поплавок. И долго-долго на него смотрю. Как только поплавок, значит, задвигался, я знаю, карась. Ни один разговор с ним не заканчивался серьезно. Все было смешно, весело, необыкновенно. Мы уже уходим, он открывает нам, значит, дверь там такая массивная, дверь уже, значит, так, на выход. И достает из, значит, так, пазухи этого халата, достает такой, значит, как ученическая тетрадь, мы говорили, значит, в конверте. И написано, Ивану Николаевичу, Николаю Мащенко, передадите. Я говорю, когда? Мы уже буквально одной ногой там, наверное, когда? Он говорит, когда захотите. Я говорю, то есть как? Он говорит, а вот так, когда захотите. Пусть отлежится. И все. Я пошла на следующий день на работу, с этим положила, думаю, ну, встречу с Мащенко и так далее, Николаевичу Каеву. И все. Он был фанат машин. Он ездил в Петербург, из Киева, все медали какие-то, в Москву сам за кермом. Это было его не хобби, это было, он сказал, что когда он за кермом, то он много думает, он пишет сценарии, он, конечно, он отдыхает и так далее. Это была как-то такая его необходимость, внутренняя людская необходимость. А Волга на тот час, Волга, это также дисталася через спилку кинонатарофистов. Это была очень большая черга, это были скандали, это были бейки, что кому-то дали эту Волгу, кому-то не дали, в большинстве не давали, кому сдавали и так далее. Вин ту чергу, по-моему, выстоял всю 24-ю Волгу. Это была ознака великого богатства, ну просто уже супер. Пройдет совсем немного времени, и именно на Волге Быков выйдет на встречную полосу. А пока он идет на поправку после второго инфаркта. Быков начинает снимать свой последний фильм, и никто на студии Довженко на этот раз не противится сценарию. Это был странный и наивный фильм. Это был фильм разочарования. Я как-то ни разу не рассматривал эту картину как сожаление, какое-то разочарование. Нет. Хотя у него там есть финальная сцена, когда он обращается к землянам, говорит, что вот земля, это сложно. Это очень сложно. И хотя я многое понял на земле, я даже понял смысл таких архаичных, рудиментарных явлений, как угодничество и карьеризм, равнодушие и рвачество, демагогия и дефицит и прочих отдельных явлений, столь редко уже встречающихся на земле. Наверное, это какой-то степени, да, это был, наверное, наверное, какой-то заповед. Озвучивая сто раз эту историю, сто раз ее, как бы, рассказывая, я пытаюсь найти какие-то, может быть, зацепки, что же, что же было, что же там я упустила, что, почему я забыла на три года. Три года провалялся, провалялся этот конверт в редакторском столе среди этого хлама, заключений там всяких. И после того, как сдали пробы пришельца, и это пятница была, пятница, и должны были в понедельник, группа должна была выезжать уже на натуру, выезжать снимать пришелец. В Житомире нашли, там, где карьер, подобие какой-то планеты такой странной, такими карстовыми наростами. И разошлись домой все. А я собиралась там документы на этот редакторский семинар. И этот конверт оказался не то, что среди хлама где-то, на поверхности лежащий. Как можно было каждый день открывать ящик, что-то доставать там, класть в него и так далее, и не видеть. И я, конечно, в шоке. Выскочил, это уже было после шести часов, уже коридоры, вы же видите, длинные такие, темные всегда были. И вдруг, это вот в этом коридоре, вот в этом коридоре, в конце там был, я иду сюда, вот по направлению сюда, значит, думаю, оставить в приемной директора, оставлю, думаю, напишу и, в общем, передайте там девочке, потому что долго задерживались. И вдруг идет Николайчук. Я говорю, ой, Иван, вам Леня передал. А он говорит, так я же его только что бачил. Он был на, там, на утверждении проб. Я, ну, я не знаю. И все. Дорогой Иван, дорогой Никола, обращаюсь к вам с просьбой тяжелой и не очень благодарной. Никогда никому не поверьте, что я наложил на себя руки. Просто если это случится, знайте, что я износился. Никаких оркестров, дома кино и надгробных речей, а то я встану и уйду. Получится конфуз. Пусть кто-то один скажет слово прощай, и все. Не надо цирка, называемого почестями. После этого дерболызните, кто сколько может, а потом пусть вторая эскадрилья врежет смуглянку. Вы заметили, что режиссер я не по диплому, а по призванию. Даже свои похороны режиссеру. Спасибо и пока. Из замещения Леонида Быкова. Кожна людина, которая думает, которая думает о жизни, о жизни жизни, он думает, он много думает. Я думаю, что она чувствует свой финал, чувствует свою смерть. Я думаю, вы не скажете, что это чувал. Когда человек фиксирует это на папере, он просто молит. Взагалі, такі речі не можна робити. В жизни бывают минуты, когда человеку никто, никто не може помочь. Рождается сам и умирает сам. Волга Быкова ехала вслед за шедшим впереди трактором. Быков пошел на обгон, и только потом увидел грузовик, несущийся на него. Пытаясь уйти от столкновения, Быков резко повернул руль. Как говорил потом следователь, который вел расследование, Быков мог уйти от столкновения. У него в запасе было 22 метра. И три варианта поведения, которые оставляли его в живых. Первый вариант – это дать больше газа и обойти грузовик. Эксперты просчитали, что это было возможно, потому что скорость машины Быкова была не меньше 90 км в час. Второй вариант – вернуться в свою полосу. Был риск ударить впереди идущую машину, но сила удара была бы незначительна, и угроза жизни минимальна. Третий вариант – уйти влево, где была неглубокая обочина. Проскочив ее, Волга могла упасть в пологий кювет. И был роковой четвертый вариант. На мокрой дороге машину Быкова развернула поперек. Чудовищный удар пришелся по двери. Доказано, что водитель на встречной полосе не виноват. Он не мог избежать столкновения. А мог ли Быков? На протяжении нескольких лет общественность выясняла, что случилось с Леонидом Быковым. Убийство, инфаркт, самоубийство или страшная случайность. Это сердечный приступ. Потому что вспоминают многие снимавшиеся, даже на стариках, когда они впервые приехали в Шестивцы под Чернигов снимать, ну, полигончик этот был, аэродром такой полевой, уже Леня в перерывах, говорит, две секунды, руку, так сказать, плав на сердце, и говорит, через пять минут, через пять минут. Уже не говоря о том, когда уже снимали здесь в павильоне Атыбаты тоже, тоже это уже все как бы знали, видели, ну, и его же скорая помощь увезла прямо со съемочной площадки в Строжевск. То, что Быков человек любил жизнь, это однозначно. Режиссер Быков любил жизнь, это однозначно. У него была масса идей, понимаете, он наполнен был идеями. Он никогда не был способен на зраду, на какую-то гедоту, на пидельность, на лицемирство, этого никогда не было. Мы у него часто собирались на посиделки, на кухне. Он очень любил слушать, знаешь, таки Ивана, очень любил слушать Борю Брундукова, а Кость Петровича Сипанкова, он очень любил Аду Роговцеву. Ада, когда поховали, Леня Бикова на Байкову, потом были поминки в доме кино, нашему родному. Кто же знал? Это потом мы узнали, что весь этот зал, ресторан, он весь прослуховывается. Там Ада рассказала, почему она была. Леня не был членом партии экономистической. Его тягнули, это еще была одна из причин, чтобы его гнобить. Его тягнули за ухо, за ноги, за руки. Он не погоджировал все в экономистическую партию, выступать. А Ада была членом партии экономистической. Так вот, на поминках Ада встала и таки про советскую власть рассказала, что там у всех в ухо забегло. Много было таких разлаговываний по поводу смерти Быкова. Вот я говорил о том, что он был очень заботливый, трогательный. И наверняка, живя там сутки, будучи один, один с собой, своими проблемами и с одними болячками, как говорится, со своей головной болью, наверняка он мог уйти и жизни по-другому, по-разному. Он рыбак, лодка была, вода рядом. В конце концов, он мог уйти по-разному из жизни. А убивая себя, быть уверенным, что ты не убьешь человека, и ты не посадишь его в тюрьму, вот, это невозможно. А Быков был таким человеком, который, он живую тварь, которая по земле бегала, он жалел. Он даже рыбу иногда выпускал в воду, которую отловил. А подставлять кого-то, вот, я думаю, что он не смог бы. Я так думаю. 12 декабря 2013 года Леониду Быкову могло исполниться 85. Но дожил он только до 50. Не сам он, не герои его фильмов уже никогда не станут старше. Они стали стариками не потому, что постарели, а потому, что первыми уходили в бой. Они, как и Быков, любили жизнь, музыку, небо, весну, самолеты. И они по-прежнему будут жить. С тобой веду. Будем жить. Пехота.